Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы Пульс, подготовленный совместно с областным управлением МЧС. В студии Марина Каминская. Сегодня в программе. Безопасное тепло. Какой должна быть печь, чтобы не случилось пожара? Не прожигай свою жизнь. Мероприятие акции с одноименным названием проводится в регионе. И сколько стоит ложный вызов спасателей, расскажет специалист. С какими происшествиями столкнулись бойцы службы МЧС в ноябре, узнаем из дайджеста. 2 ноября произошел пожар в двухквартирном доме в деревне Грушевник Лицкого района. Прибывшие спасатели застали плотное задымление в квартире. На полу в жилой комнате они обнаружили бездыханное тело 54-летнего хозяина. На ликвидацию пожара потребовалось чуть менее 20 минут. Огнём повреждён диван, постельные принадлежности. В квартире закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного курения. 9 ноября в Лицком районе при пожаре погиб 61-летний мужчина. Жительница деревни Эйтуны услышала выстрелы шиферной кровли соседа и вызвала спасателей. Через минуту четыре пожарные автоцистерны мчались к месту происшествия. Одноэтажный жилой дом горел открытым пламенем. Спасатели МЧС на полу в жилой комнате обнаружили обгоревший труп мужчины. Огнём уничтожена кровля, повреждены перекрытия, стены и имущества. Со слов односельчан, погибший мужчина жил один. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия – неосторожность при курении. 11 ноября происшествие со смертельным исходом произошло в деревне Бородичи. Оперативная группа установила – горели постельные принадлежности в одной из комнат частного жилого дома. 51-летнего хозяина без признаков жизни и без видимых ожогов на полу обнаружил брат-пенсионер. Имущество в доме огонь не повредил, кроме постели. Предполагается, что продукты горения от леющего матраса не оставили хозяину шанса на жизнь. Известно, что мужчина проживал один, был заядлым курильщиком. Предполагаемая причина возгорания – неосторожность при курении. 13 ноября поступило сообщение о пожаре гаражей по улице Тимирязева в Гродно. Через три минуты первые пожарные расчёты прибыли к месту происшествия. Происходило открытое горение кровли кирпичного одноэтажного гаража, разделённого на 14 боксов. Общая площадь кровли – 1200 квадратных метров. Бойцам МЧС удалось защитить от пожара рядом расположенное строение, а также эвакуировать три автотранспортных средства. Пострадавших людей нет. Огнём уничтожена кровля по всей площади и два легковых автомобиля. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 15 ноября из-за неосторожного курения пенсионера едва не сгорел трёхквартирный дом. Выяснилось, что в одной из квартир проживает 60-летний мужчина. Как рассказал сам погорелец, пока готовился обед, он курил. И прямо на постели оставил непотушенную сигарету. Пенсионер пробовал тушить тлеющую постель водой, однако окончательно ликвидировать пожар удалось только бойцам МЧС. В тот же день пожар случился в Щучинском районе в деревне Трайги. Происходило открытое горение деревянного жилого дома на окраине деревни. Выяснилось, в доме своей бабушки проживает 26-летний мужчина. После общения с гостем хозяин задремал и вскоре почувствовал запах дыма. Мужчина кое-как выбрался из дома. Огнём уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены, имущество. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей. Скорее всего, от выпавших из топки углей загорелась постель, которая находилась буквально в нескольких сантиметрах от массива печи. 16 ноября возгорание произошло в пятиэтажном доме в Островце. Выяснилось, в квартире проживал 55-летний хозяин. Он лежал в спальне на полу возле тлеющей кровати. Пострадавший был госпитализирован. Огнём уничтожены постельные принадлежности, закопчены стены, потолок в квартире. Предполагаемая причина происшествия – неосторожность при курении. Проблема пожаров по причине неисправности печного отопления, к сожалению, всегда актуальна. С наступлением холодов, когда владельцам частных домов приходится обогревать свои жилища, случаются происшествия с трагическими последствиями. Статистика в этом году неумолима. С начала сезона в нашем регионе зарегистрировано 126 печных пожара, в которых погибли 5 человек. Большинство жертв – одинокие пожилые люди. К сожалению, многие не придают значения дефектам и трещинам, которые появляются вследствие длительной эксплуатации печей. А между тем, они-то и могут привести к трагедии. Как правильно использовать печь – в нашем видеоматериале. Здравствуйте. Государственный пожарнодзор. Вы сообщали нам о том, что нужно провести с вашей печью пожарно-техническое обследование. Хорошо, замечательно. Это вот эта ваша печь? Да, да, это печь. Ага. Но я смотрю, что были трещинки. Вы их замазали песком с глиной. Трещины замазаны, противопожарная отступка должных размеров. Притопочный лист имеется. В ходе проверки констатирует сотрудник МЧС. А значит, печь к эксплуатации пригодна. Тепла этой печи достаточно для всего дома? Там еще стенка. Там еще стенка есть. Я там тепло, очень тепло. На зимний период вы переключаете ее? И нам летом не надо. Летом, конечно. А зимой вы каждый день. Печь Данута Ивановны служит более 30 лет. Строилась она еще при покойном муже. За все это время конструкция хозяйку не подводила. И пищу готовила, и теплом согревала. В зольниках собирается сажа. Раз в год. Раз в год. А здесь? Ну, через день, что дня. Здесь через день или что день? Каждый день? Да, да. Можно каждый день. Хорошо. Но и сама хозяйка в стороне не оставалась. Следила за состоянием печи, чтобы помощница служила долго. Чистим, моем когда. Утром дотопляем, суп варим, каши тушим. Ну, два раза в сутки топим. Тепло, уютно. Тут повысыпалось немножко. И здесь-то позамазывали. И духовка хорошо топит. Долгие годы эксплуатации дали о себе знать. Так, на печи появились трещины. Чтобы устранить дефекты, Данута Ивановна пригласила мастера. А чтобы удостовериться в безопасности конструкции, обратилась в МЧС. В период длительной эксплуатации, конечно, возможно, различное появление трещин, появление сколов каких-то и так далее. Конечно же, сегодня наша промышленность может предложить различное количество смесей, при помощи которых мы можем замазывать все-таки эти трещины. Но существует старый дедовский способ, который до сих пор является очень надежным. Это песчано-глиняная смесь, которая в данном случае, вот эти трещины, которые все-таки из-за длительной топки печи, они все-таки происходят, они замазаны. И в данном случае мы видим, что эта печь может просто жить еще долгие-долгие годы в этой семье. В период отопительного сезона проверить свои печи хотят немало граждан. Чтобы быть уверенными в безопасности конструкции, они обращаются в МЧС. Ну а тех, кто нуждается в социальной защите, спасатели не забывают. В этом году в нашем регионе за счет бюджетных средств было отремонтировано более тысячи печей. Всем остальным гражданам необходимо самим позаботиться об исправных печах, помочь родителям, престарелым. Более серьезной работой необходимо поручать специалистам, имеющим навык в данной работе. Об этом мы говорим сегодня на сельских сходах. Это основная форма профилактической работы. Показываем гражданам видеофильмы, рассказываем о том, как уберечься от пожара, выполняя, в общем-то, простые меры пожарной безопасности. Раздаем листовки и напоминаем еще раз, что отопительный период – это время, когда надо более внимательно посмотреть на состояние жилья, на состояние электропроводки, ну и другие технические моменты, которые также являются не совсем безопасными в нашем быту. Надеемся, эти меры позволят уберечь жизни наших граждан и имущество. К слову, в этом году в нашей области количество печных пожаров увеличилось. Если год назад таких возгораний было 87, то на сегодняшний день – 126. В таких пожарах погибло 5 человек. Практически во всех случаях жертвами огня были одинокие пожилые люди. Так без жилья огонь оставил жителя Слонимского района. Один из последних так называемых печных пожаров произошел в деревне Тальковщина Слонимского района в доме 42-летнего мужчины, который спал, почувствовал запах дыма, проснулся и направился к выходу. Когда он пробегал мимо кухни, обратил внимание на то, что возле печи горит пол. Мужчина выбрался на свежий воздух, забыл при этом закрыть дверь и вызвать спасателей. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие стены и имущество. Вероятнее всего, дверца топки печи была открытой, и угли выпали на ветошь, которая находилась непосредственно рядом с печью. После этого огонь разгулялся по всему дому. В Ашмянском районе при пожаре погибла 84-летняя женщина. Сообщение о возгорании поступило от соседей. Дом, в котором проживала пенсионерка, горел открытым пламенем. По статистике, количество возгораний по причине печных пожаров ежегодно немалое. И уступает лишь неосторожному обращению с огнем. Чаще всего пожары возникают из-за перекала печи. Самый главный бич, как бы перекал печи, что немаловажно, это выходит из того, что печка должна топиться не более двух часов и не более два раза в день. Ну, два раза в день или два раза в сутки в отопительный сезон. Ну, как бы, что, должен быть дымоход почищен, побелен, и пожарная отступка, пожарная разделка на дымоходе. Трещины, выпадение швов и глины, последствия перекала печи, которые могут привести к пожару. Причиной возгорания становится изначально неправильно построенная печь, в которой дымоход не соответствует нормам. При строительстве такой конструкции стоит помнить, противопожарная отступка должна быть не менее 130 миллиметров. Разделка незащищенных частей – 380 миллиметров, защищенных – 250. Перед самой топкой надо пройтись, посмотреть вокруг печи, нет ли трещин, ссадин, нет ли каких выпуклостей или черных пятен, тем самым, что видно, что пропускает где-то дым. И второе, изначально, есть дверки прочистные, вот одна, вторая, и там еще две на той стороне, надо предварительно перед топкой проверить, или не чистые. Потому что, если не чистые, надо вычистить, и непосредственно перед топкой, или в начале отопительного сезона, она чистится два раза в месяц. Около печи должен быть прибит притопочный лист. Ведь до беды недолго, если из конструкции на пол выпадут горящие угли. Неприятность может произойти и с новой чугунной плитой. На данный момент лежит новая плита, просыпали солью для того, чтобы ее прокалить, чтобы она сразу изначально новая не треснула. Но беда чугуна в том, что если поставишь кастрюлю или чайник, или при приготовлении пищи выбежит вода, то может чугун треснуть. То есть надо внимательно следить при приготовлении пищи на плите. Кстати, отопительно-варочные плиты могут эксплуатироваться не только зимой. Конструкция может использоваться и летом. В теплый сезон обгревающая стенка просто не нагревается. Например, если лето, плюсовая температура, в помещении тоже плюс, как бы жарко, чтобы не было душно в доме. Открывается летняя задвижка, и она работает в принципе напрямую. Никакие части, кроме топливника, не работают в этой печке. К тому же после длительного отдыха печь нужно уметь запускать в работу, иначе из нее может пойти дым в жилище. Открываем дверки, прожигаем сначала подчистанные дверки. Как тут показано, вот здесь и сзади две дверки. Постепенно, начиная от топливника, самое близкое. Сначала тут прожигаем, потом там прожигаем. Можем прожечь отдельно дымоход, чтобы пустить просто теплый воздух, потому что собралась сырая пробка. Воздушные атмосферные фронты, скажем так, прожигаются, пошел теплый воздух, и потом уже спокойно можно печь и тогда растапливать, тогда минимально будет дыма идти в помещение. Правильно обустраивая печь и ухаживая за ней, беды можно избежать. Ведь собственная безопасность в руках самого человека. Основная причина гибели людей на пожарах – курение в постели в нетрезвом состоянии. За 10 месяцев текущего года из-за неосторожного курения погибло 24 жителя нашей области. С целью предупреждения таких несчастных случаев с 14 по 30 ноября в Гродненском регионе проводится акция «Не прожигай свою жизнь». Спасатели вместе с юными помощниками напоминают об опасности, которую таит в себе пьяная сигарета. В рамках акции в социальных сетях разыгрываются и призы. Для максимального хвата населения провести акцию планируется в салонах и на остановках общественного транспорта, авто- и железнодорожных вокзалах, на предприятиях и организациях, вузах и СУЗах, а также в местах массового пребывания людей. Мы просим всех граждан не оставаться в стороне и подключиться к нашей акции. Позвонил, сообщил о пожаре, вызвал спасателей. А оказалось, пошутил. Ложных сообщений в Центре оперативного управления в этом году зафиксировано 16. А между тем, стоит помнить, что такие розыгрыши чреваты последствиями. На вызов выезжают спасатели, а в это время, возможно, кому-то по-настоящему нужна их помощь. О том, какая ответственность ожидает тех, кто делает ложные вызовы, расскажет специалист МЧС. В текущем году у нас зарегистрировано порядка 16 данных сообщений. Все сообщения передрисовываются в отделы внутренних дел. По данным фактам наложено административное взыскание в размере 906 рублей. По фактам именно привлечения к ответственности у нас, согласно кодексу административных правонарушений, привлекаются люди от 4 до 15 базовых величин. К слову, если ложный вызов сделает несовершеннолетний ребенок, отвечать за его проступок будут родители. И это все на сегодня. Вы смотрели спецвыпуск программы «Пульс», подготовленный совместно с областным управлением МЧС. До встречи!